всем приветики день следующего дня и того идемте я с вами вместе посмотрю что я там натворила вечернее время можно сказать в ночное при луне сжигала ветки на ощупь находила сучья не само интересно что осталось что осталось мне сделать я выбрала время потому что вот эти вот новые соседи они такие я могу сказать что они не дружелюбные вот я выбрала время я вышла посмотрела что их нет дома они бывают здесь периодически они здесь не проживают вот к чему я это веду к тому что они написали рекордс в полицию и знаете на кого на лероя вставляете на мою собаку которая очень редко производит звук гавканье представляете вот они посещали свой дом как говорится и злата играла с ним на участке естественно пес гавкал да и они написали в полицию заявление что соседская собака вмешает и постоянно гавкает представляете это было в дневное время вот так был звонок в двери полиция поли ну полицейский один пришел и сказал что на вас есть жалоба от соседей спросила в чем проблема какая жалоба и вот это он мне объяснил сказал что если еще одна жалоба будет то мы или заберем собаку или же вы заплатите штраф представляете какие сволочуги вот это новые соседи а была прекрасная у меня дэби соседка вот так вот сейчас такие перемены представляете на собаку написать что она гавкает а что она не должна гавкать тем более в дневное время девочек это же не в 12 ночи было а в дневное время я пыталась объяснить ситуацию я пыталась и у меня есть еще один ход поехать поехать как это сказать в этот пункт как это сказать по-русски после его визита они прислали значит еще письмо вот в котором все это высказалась письменном виде и у меня есть шанс поехать к ним и объяснить ситуацию тоже как бы зафиксировать что люди здесь периодически проживают это что она сказала или они сказали что он постоянно гавкает то это неправда второй пункт значит что это было в дневное время третий пункт если они не дружелюбные не любят животных то им не нужно было приобретать или прежде чем приобретать дом значит нужно было поинтересоваться кто проживает если животные если дети маленькие большие они же понимали что это и может доставлять дискомфорт правильно если значит есть такие соседи значит их дом этот не устраивает и они должны были купить дом в той эре где проживают люди пенсионного возраста вот у меня еще вот такая идея поехать и как говорится письменно тоже предъявить претензию что это вранье вот так девочки за имели соседи поэтому я вчера выбрала момент была хорошая погода не было ветра то есть эти ветки все уже как говорится поджарились подсохли от дождей и я посмотрела что их нет то есть они где-то там еще имеют недвижимость то есть их не было дома и я решила быстренько быстренько хотя уже было темно все это пожигать так все здесь все хорошо надо грабельки взять эти листья поупирать а здесь конечно видите после дождей что творится надо мне сейчас это выложить как говорится вот сюда на траву все это подсохнет вода в общем то войдет в почву да и потом для это соберу в большой мешок и уже будет на выброс как говорится для вот этих людей которые вывозят мусор вот моя задачка так смотрите сколько зал и сколько зал и пепла отлично сейчас тоже нужно собрать вот соберу в этот горшок сколько работы сколько работы в этом саду здесь я немножко не добрала ну ладно и дальше разобраться уже ой боже огурец еще господи девочки смотрите огурец и хорошенький еще съедобный сейчас надо его сорвать так добрать вот эти поручили я так думаю можно уже очищать очищать этот огородик вырывать эти кустики все вот и тоже на выброс пока ну что там арбузик арбузик видите почему то вот здесь какой-то поврежденный арбузик ну да а вот из огурец господи еще идут ласточки вышел то непогода то погода да вы снова начинаете расти так здесь кто-то ел или кто-то слушайте забыла забрать огурец поди сорвала и забыла можно выдержать потому что все бегом кругом бегом вы тоже меня спрашиваете как я успеваю вот так частично везде так как наш кабачок поживает пока не срываю пускай сидит на вот еще огурчик эти тетю 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 надо тебя сорвать очень вот такие дела ребята так что я справилась такая куча кто помнит здесь была куча здесь была полная эта тачка вот так аж вываливалась и вот здесь еще была куча и здесь была куча и я вчера все спалила так сегодня мне нужно еще покосить траву потому что все соседи вот я слышу кусят кусят это наверное будет за последний раз в этом сезоне покос травы здесь мне нужно сделать этот ров дальше замотать ствол я купила специальную ленту и плюс еще вот эту гофрированную трубу все это нужно стволик этот закрыть на яблоньки так и так и не успела вот облагородить дальше вот эту вот зону не знаю повырывать не повырывать но не будет на времени уже поставила же борщ варить еще дело нужно купать одеяло проветриваю он девочки одеяло там подушки прожаривают тоже насчет подушек там пошло пошло разногласий за подушками надо ухаживать девочки я ухаживаю за подушками летнее время вон они у меня видите на столе прожаривается но у дела не натуральная подушка у меня только натуральная вот прожариваются в летнее время а в зимнее время я там ответила на комментарий вот но каждому нет возможности писать в этом плане в зимнее время я про про дизайн я дезинфицирую их в машинке сужильной машинке там есть такая функция может быть вам покажу вот дальше мне нужно забрать шланги скрутить вот одно место второе место бассейн видите в тот раз сказала нужно вылить так и не вылила вылить этот бассейн промыть и уже занести в гараж здесь досыпать немножко эту территорию эта штука ждет своего часа должен прийти муж на час и разобрать вот эту одну часть я так думаю нужно занести в гараж вот потому что в этом сезоне я не приобрела заранчик пониже и сейчас их нет уже в продаже значит это будет на следующий сезон картинзии головки то и все ту из девочки померли вот одна вроде бы ничего остальные ну на этом сезоне я не буду их выкорчевывать все это вся эта работка будет на следующий сезон нужно закрывать богадельную садовую все затаскивать уже в гараж сейчас я иду борщик поставлю и дуку подела потому что завтра у нас снова 33 визита врача к врачам завтра тоже времени будет мало и нужно еще подготовить некоторые заказы я взяла на там смотрите какая прелесть какая прелесть в этом году эти кусты просто шикардос это зла . их подстригала вот помогала стричь кусты какая красота может у златы легкая рука но шикарный шикарный куст и этот и этот это все злату здесь стригла и вот этот огромнейший огромнейший класс так все злату надо брать по делу на следующий сезон чтоб тоже обстригала кустики красотища погодка хорошие не жарко не холодно этот бедный не знаю что с ним будет как он оклемается не знаю девочки снова выхожу и забыла тут огурец взять ну один зала 2 забыла голова два уха называется так здесь кустики но так себе ну тоже неплохие вот мусор вечно летит вот с этих баков от соседей господи грек тоже пойти тебе сделать замечание прикрывал эти крышки не знаю кирпичом каким-то постоянно девочки кульки картонки упаковки пожилой человек но все равно задалбливает это все дело то хосте здесь конечно вот постоянно они в конце сезона никакие видеть а вот эти шикарные шикарно это мамины любимые мамины любимые зимние мужикой красивый кустик какой красивый кустик правда и шариком так растет и пахнет мне тоже нравится запах сантема что ли девочки хризантема помогать потому что я забываю слова определения по русском забываю извините клумба уже все такая неприглядная никакая никакая комочка ладно одновременно у меня стирка смотрите что я придумала я поставила вот эти вот большие баклажки и вот так короче и наливаю это типа ароматизатор да вот думаю зачем мне использовать эти чашечки пластмасса когда можно так прекрасно боже столько лет прошло я только додумалась так и вот я вам показываю функцию вот дезинфекция санитайзер вот это сушильная сушильный аппарат и вот сюда в зимнее время я закладываю и дезинфицирую подушки ну естественно их нужно периодически менять это понятное дело вот следить за ними и менять потому что действительно там собирается и перо ломается но не такое уже как говорится воздушная и образуется да может быть какие-то мелкие бложки и мошки клещи и так далее девочки конечно однозначно человек оскупала все поснимала боже такие страшные кресла ой ребята руки не доходят я уже купила ткани купила такие плотные типа под кожу замш чтобы вот это облицевать сделать очень дырки для стаканов для вот этой электронной менять позицию но руки не доходят пока так пока вот это страшно очень не обращайте внимание короче девочки пришло сообщение нужно срочно отвлечься и ехать забрать лекарство сделали лекарство уже для дела вот новая дель отдыхает после после ванны так постирала одеяло немножко просушивается уже не хотела их до досушивать в машинке немножко так смотрите быстренько видите показываю вам купила такие уги шмуги это для далека такой цвет но не знаю захочет не захочет я не дозвонилась взяла всегда можно вернуть правильно и себе взяла красненький я люблю цветную обувь натуральный здесь мех мой такие холёсенькие прелесть так цена 29 желтый 24 но 25 и 30 стоят красненький 25 вот борщик варится по пылесосила все стирка там идет так здесь половинку помыла плиты здесь пока готовится не мою чем короче убегаю быстро нужно поехать получить лекарство завтра будет день вообще вообще девочки забиты завтра дела 3 поет мне нужно сказала уже 350 раз вот так что убегаю быстренько пока он спит все идет все варится все кашеварится убегаю поехали поехали в аптеку здесь все близко я вам уже говорила много-много раз у нас все по-другой ехать там буквально наносим минут так а потом приеду и буду стричь траву ж надо же еще по плану а а завтра еще мне нужно ехать дилер шип менять масло меняет масло и делают технически этот обзор машины или как осмотр машины считает где-то буду гулять наверное часик машину заберут то придется не прогуливаться где-то может быть зайду в какой-то магазинчик сделаю вам обзорчик заодно ну что понравилась вам квартир когда мне тоже очень понравилось все есть все то все что доктор прописал и бассейн и спортивный зал можно пойти позаниматься и квартирка неплохая все в новом таком состоянии и да правильно подметили что есть машинки стиральные вернее машинка стиральная сушилка да все на месте все при как говорится при себе не надо никуда идти отдаляться еще платить денежки за стирку ну это в основном так делают в больших городах многоэтаж как там некоторых кооперативах не разрешают ставить машины здесь конечно в любом в любом секторе где апартаменты здесь в каждой квартире есть машина может быть в каких-то старых старых апартаментов которые построены давным-давно до лаундри уже отдельно но сейчас такое я думаю не практикует что еще хотела сказать девочки да там вот вопрос возник я почему-то не подчеркнула это я сказала что аренда только бесплатно на год дается есть возможность людям под собрать деньги нам не тратится на это все тело аренда стоит но где-то до 1000 долларов аренда стоит вот такого плана апартаменты точно не знаю но вот где-то кругом беку и значит она будет платить только за коммунал это свет вода до газа у них две позиции но захотят подключит интернет то есть все вот такое уже конкретно лично но я ответила под одним комментарием что это цена так скажем не критично и она уравнивается как то ли мне сказала боже мы же платим точно так же за свет за за газ за воду точно так же как и на украине когда она только приехала я оплачиваю счет она в общем то спросила и не поняла это что у нас получается такая же цена за оплату такая же как и в америке я беру ну вот смотри вот дом 300 с чем-то квадратов и пожалуйста а вы платите за свою там 60 квадратов или сколько и получается по объемом даже не подходит если сравнить цены здесь на продукты на вещи я не говорю о брендах о каких-то фирменных вещах обычные вещи массового пошива то это тоже копейки я вам неоднократно показывала когда ходила различные такие небольшие магазинчики не брендовые и вещи вообще доступны отсюда я думаю что почему у них такое отношение к вещам да потому что их с легкостью можно купить не ущемляя свой бюджет понимаете также по продуктам тоже она начала сравнивать цены на продукты что-то одинаковое что-то вообще ниже цены чем в украине что-то выше но в целом гораздо приятнее цены чем на украине опять же сравнивая зарплаты мать все нужно сравнивать какие здесь зарплаты и какие у нас в украине в россии и так далее в общем б снг одна система так еду получать быстро лекарства так аптека знаменитая аптека американская где есть все не только лекарства но и продукты питания и все сопутствующие товары так вот здесь должна получиться ну лекарства взяла еще думать но мне дала одна игра где же мазь я делала как бы переоформляла заказ то есть заказ вот держится в течение одного года можно без проблем без посещения доктора приходить как говорится пополнять свои запасы вот на май значит мы были у доктора он переоформил теперь я говорю что я хотела бы заказать еще это тальки магрит нет уже экспорта о господи представляете чтобы были здоровы мне я спрашиваю так что теперь снова нужно идти к доктору нагреть нет я сделаю ему типа отправлю сообщение ну слава богу господи вот система у них да все контролирует все все как говорится под контролем так-то все для деток здесь видите масла а вот baby powder может дейлу такое взять слушайте интересно 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 а ребята зачем мне вот это вот перезаказывать уже для ребеночка взятие все не морочить голову вот маленькую упаковку алоэ витамин е походная видать такая упаковка слушайте я возьму на на маленькую попробую потому что ему как-то брала тоже другой другой бренд и в общем-то ему не подошло что-то начало сжечь ты ему обрабатывал в паху паху вот профилактику делаю так латненько возьму джонсон наша фамилия джонсон фамильную пудру тальку отъезжаем от борта все 10 минут прошло подготовили наш заказ едем обратно домой а вот мой дилер шип сюда я завтра буду ехать менять масло на машинке тоже все рядышком 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 ну что вам сказать еще по поводу этой квартиры значит цены да я вам сказала что сравнительно с украиной откуда моя сестра прибыла по вынужденной миграции вот я им предлагала конечно играть в green card но желание было но не настолько знаете вот чтобы уже быть готовым начинать свою жизнь в новой стране в новом обществе с новыми правилами и законами и обязанностями вот но видите как получается ситуация такая что многие вынуждены мигрировать одесса зона не очень опасная зона но все равно эти последние месяцы активировались на одессу но то что творится конечно в целом в украине это все ужасно ребята и вообще все то что творится в мире в целом я считаю что это одна большая проблема для всего человечества для нас людей мое впечатление что нас имеют понимаете нас имеют а мы держимся и начинаем агрессировать ненавидеть друг друга а нужно как-то смотреть как говорится по сторонам и поглубже копать это все почему возникают такие ситуации из каких ситуаций как говорится проявляется другая ситуация то есть нам нужно немножко идти назад и смотреть что происходило на лет 30-40 понимаете потому что это возникает не с бухты барахты это все как говорится следствие мы должны копать копать глубже и слушать внимать разные мнения разных людей живущих в разных странах что происходит у них поэтому сложная сложная ситуация в целом в мире у нас у нас на планете мы должны думать о том как бы не усугубить положение понимаете я считаю что нас специально стравливают как многие говорят вот это идет вот от вашей страны нет мы все под колпаком америка не обособленная страна здесь тоже самое происходит понимаете может быть не в такой мере потому что здесь общество немножко другое оно знает свои права я так думаю это общество если что-то будет критично к этой ситуации она встанет на дыбы вы не думаете что американцы такие тюфяки если что не так уже не один человек говорил что здесь люди как вам сказать легкие на подъем очень резкие если нарушается их права поэтому мне кажется что с американским обществом немножко осторожничают понимаете дозировано как-то смотрят поведение смотрят настроение людей настроение общества они знают на что могут пойти люди в этой стране что мало не покажется вот нашим бы так научиться ну с наших стран да бьют сейчас веревки я так считаю что идет борьба за территорию тут же плавно переходит этот план в уничтожение населения сокращение населения уничтожение мужского генофонда переселение людей люди теряют все что они имели теряют недвижимость в общем все 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 скотом очки и переходят в другую страну и я так думаю что это будет по цепочке девочки одни перешли сумочками скотом очками дальше в этой стране что-то они придумают там где люди уже осели так скажем да опять люди взяли котомки опять пошли куда-то опять пошли оседать осваивать другие страны другие как говорится народы обособляться и вот так будет по кругу и так люди потеряют все на свете так ладно я приехал делай еще спит я довариваю до пассеровываю бурячок с морковочкой и доготавливаю бочек так курочка готова бел будет есть курицу салата а я сейчас себе поставлю пюре почему-то он последние полгода отказывается от картофельного пюре я в шоке девочки совершенно меняется его предпочтение пищевые шо делать салат неплохо но все равно иногда хочется и кусочек допустим печеной картошечки пюрешечку да я не говорю а фри так сейчас я поставлю быстро пару картошек на пюрешку захотелось пюрешки ужин готов пюрешка сварилась курочка приготовилась вот я делала и крицу из баклажан вот так получилась моя крица очень вкусненькая сделала тостики и сейчас буду ужинать